В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины бьют тревогу. Если украинцы не сократят потребление электроэнергии в следующие два месяца, нам всем грозят массовые отключения электричества. Говорят, моды повторяются каждые 20 лет. Помнится, примерно столько лет назад было модным отключать Эдиситам свет. Собственно, верные отключения электроэнергии носили всеобщий характер и были присущи не только Одессе, но и вообще всем украинским городам и селам. Массово сидя в полной темноте, поскольку свечи и уж тем более фонари тогда еще были в страшном дефиците, народ не роптал. Ибо стоило появиться свету, включался телевизор, откуда умные дяди из правительства предлагали потуже затянуть пояса и немного потерпеть, когда закончится кризис. Спустя 20 лет, кажется, ситуация повторяется, причем до отвращения. В том смысле, что у нас с вами опять пугают отключениями, если народ не начнет экономить электричество. Замглавы Минэнергоугля Александр Светель в комментарии агентства Интерфакс Украина так прямо и заявил, цитирую, «Ситуация сложная. Растет потребление, особенно в дневные часы, в связи с повышением температуры. Не работает железная дорога по энергетическому углю АШ. Обращаемся к населению, предприятиям. Максимально сократить потребление в июле-августе для предотвращения отключения и получения вынужденной помощи для сохранения запасов угля в преддверии осенне-зимнего сезона». Объяснение, конечно, на 5 баллов. То есть получается, что нам, населению, надо перестать употреблять электроэнергию, особенно днем, потому что ночью население и так ее не потребляет, потому что спит. В полной темноте, в общем-то. Не спят только наши министры, которые денно и нощно думают, нет, не как сделать жизнь родного народа легче, а как бы еще что-нибудь придумать эдакое, чтобы сделать ее все более невыносимой. Не бывало о жарах, говорите? Люди падают в обмороке от тепловых ударов? Ничего, потерпите. Те, кто выживет, зато смогут надеяться на теплые батареи зимой за счет сэкономленного летом угля. Но не факт. Потому что добыча угля падает, а местами ее нет вообще. Вот и железная дорога страдает, не работает. А ее жальче больше, чем людей. Причем, как ни странно, кажется, что придумываются эти замечательные мысли, ну, насчет экономии за счет народа, в полном комфорте, в залитом светом кабинетах и, разумеется, с работающими кондиционерами. Как иначе можно объяснить все происходящее? Советуют экономить электричество, убеждают сократить потребление газа, поднимают тарифы на воду, что автоматически сокращает потребление и ее. Дышать разве что пока можно. Но это упущение, кажется, совсем скоро будет исправлено. Благодаря мудрой политике министров дышать будет уже некому. Украинцы просто вымрут, потому что в целях экономии пояса уже затягиваются на шее.